Сегодня состоялось судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Владимира Дорохова, председателя Тульского регионального отделения партии «Яблок». Он обвиняется в участии в несогласованной массовой акции против плохих дорог, организованной Туликами 21 апреля. По мнению блюстителей порядка, именно Владимир Дорохов инициировал данное мероприятие. «Яблочник» подтвердил свое участие в акции против плохих дорог и наличии символики партии, однако нарушение закона он не видит, так как закон такого мероприятия, как автопробег, не запрещает. Исходя из протокола, не обвиняется в виду организации данного автопробега. В федеральном законе номер 54, статья 4, перечислены пункты, которые относятся к организации публичного мероприятия. Это оповещение возможных участников, проведение предварительной агитации, изготовление и распространение средств наглядной агитации. Этих пунктов, да. Никто не подтвердил, что я этими действиями занимался. Это раз. Во-вторых, поскольку мы здесь выяснили, что данная акция была посвящена плохому состоянию дорог, и наглядная агитация может быть информацией, листовки, наклейки, которые по этой теме заявлены. Эмблема партии яблока, флаг партии яблока, наглядной агитации по заявленной теме автопробега, состояние плохих дорог, никак не может являться. После допроса участников автопробега, которые обозначили, что о данном мероприятии они узнали из социальной сети ВКонтакте, и Дорохов не агитировал их и не призывал к участию. В зал заседания пригласили следующего свидетеля. Адвоката Владимира Дорохова заинтересовал тот факт, что, по словам сотрудника правоохранительных органов, наличие четырех машин, выделяющихся из толпы какой-либо атрибутикой, является политической акцией. Исходя из логики сотрудников правоохранительных органов, можно сделать вывод, что, в принципе, любые совместно передвигающиеся транспортные средства могут быть причислены к нарушающим общественный порядок. То есть, выделяющиеся из потока своим оформлением, свадебный кортеж, следующий по определенному маршруту, как то, например, как обычно ЗАГС, памятник, мост, ресторан, априори является публичным мероприятием, не прошедшим регистрацию в соответствующих органах, и все гости должны быть оштрафованы по той самой части второй, статье 20.2, а жених с инвестией, они, в принципе, еще организаторами должны выступить этой акцией. Адвокат Вадим Есифов предоставил суду распечатки дискуссий в социальной сети ВКонтакте, на которых обозначены организаторы мероприятия, и Владимира Дорохова среди них не было. Приобщили к делу ряд иных доказательств. После судебных премий мировой судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения. В результате отказ Яблочника добровольно и своевременно проследовать в отделении полиции для выяснения обстоятельств сделал свое дело. Владимира Дорохова признали виновным с формулировкой за нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия и назначили административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Анастасия Лантратова, Алексей Веселкин, Телетула.